Привет всем! Вы на канале Велори Лайф. Сегодняшнее видео о моих новых приобретениях из уходовой косметики. Я их приобрела относительно недавно, но уже успела попробовать и сложить свое мнение, которым хочу поделиться с вами. Так что всем, кому интересно, оставайтесь смотреть. В своем видео о пустых баночках я рассказывала о креме для умывания от фирмы Naxema. Я решила попробовать еще одно средство. Это также крем для умывания, но он более жидкий. Этот крем также в своем составе имеет стеариновую кислоту, соевое масло, масло семян льна, масло эвкалипта, желатин. Он более жидкий, видите, у него удобнее упаковка, запах у него более нежный, чем у крема для умывания. И он также очень хорошо справляется с сильно накрашенным лицом. Здесь так и написано, что для глубокого очищения кожи. И как это ни странно, девочки, здесь не указано, что этот крем для очищения кожи лица. Вы знаете, когда моему телу не хочется мыла, я использую этот крем для умывания, гель-крем, но он больше кремовый. Этот крем для умывания на все тело. Прекрасно очищает все тело. И вот этого мятно, такого непонятного запаха не ощущается. То есть запах выветривается очень и очень быстро. Так что я рекомендую. Неплохое средство. Очень хорошо очищается. Самое главное, что очень хорошо снимает косметику. Второе средство от компании Nogzema. Это спонжики для очищения лица. Выглядит это вот таким образом. В состав этого продукта входит 2% силициловой кислоты, масло эвкалипта, но спирт. Также есть спирт и он на первом месте. Что я делаю этими спонжиками? Когда у меня на лице есть какие-то высыпания, то я протираю лицо, после чего сразу умываюсь водой. Потому что сильно, очень сильно высушивает кожу. Но высыпание убирает очень и очень быстро. Следующее средство для очищения кожи тела это минеральный скраб. Девочки, у меня уже вторая банка. Первую банку мне подарила моя знакомая. И я осталась от него в бешеном восторге. Почему? Во-первых, он очень приятно. Он очень приятно пахнет. За что я люблю этот скраб? Когда вы наносите его на тело, он начинает эффективно работать. То есть он как бы, я просто не могу подобрать другого слова, раздражает кожу и кожа становится красной. То есть приливает кровь. Вы легонечко массажируете кожу вашего тела. Кожа вся красная. Но, девчонки, когда вы смываете этот скраб, нет никакой сухости, нет никакого раздражения. Плюс он работает, я так думаю, как антицеллюлитное средство. Потому что он пригоняет кровь к коже вашего тела. Мне очень нравится, как я уже сказала, эта вторая баночка. Закончится, я его куплю обязательно еще раз. Следующее средство, это, конечно же, маска от Freeman. Это скраб. Маска скраб на основе сахара и угля. Она вот такая черно-сахарная. Очень и очень приятно пахнет. Как же я пользуюсь этой маской? За 10 минут до принятия душа я наношу на кожу лица. Она начинает работать и разогревать вашу кожу. Потом, когда я захожу в душ, я нежными движениями по массажным линиям массажирую кожу лица. Тем самым скрабируя кожу. И после этого смываю. Кожа такая бархатистая. Девочки, это вторая упаковка этой маски. Они, кстати, поменяли упаковку, но состав не поменяли. Я сравнивала со старой маской. Я в огромнейшем восторге. В огромнейшем. Ни один скраб, который у меня был, так не работает, как вот эта маска. Еще одна маска от Freeman. Это, кстати, новинка. Раньше я ее не видела. Это глиняная маска. Она такого нежно-зеленого цвета. У нее такой запах свежести. Когда я первый раз нанесла эту маску на кожу своего лица, она начала пощипывать. И меня это, конечно, чуть-чуть насторожило. Пощипывает, потому что в составе есть гималайская розовая соль, которая очень и очень полезна как для кожи вашего лица, так и для применения вовнутрь. Так что, если вы когда-нибудь где-нибудь увидите гималайскую соль, обязательно ее купите. Я ее использую, когда заправляю салаты. И вот здесь нашла в маске. Очень классная штука. Девочки, еще одна маска с черной глиной. Маска на основе черной глины. Я ее приобрела, девочки-канатки, в Далараме. Стоимость этой маски 3,50. Она обалденно, обалденно очищает ваши поры и очень хорошо увлажняет. Как правильно использовать? Нужно нанести на кожу лица и шеи, даже на кожу тела, избегая область вокруг глаз и губы. И оставить на 15 минут. После чего хорошо смыть теплой водой. Классная маска 3,50. В Далараме я была в шоке. Купила попробовать, потому что увидела такое черненькое лицо. И не разочаровалась. Супер. Девочки, ну коль я уже заговорила о покупках из Даларамы, в тот же день я натолкнулась вот на такое масло для тела. Ну не знаю, что там случилось у закупщиков нашей Даларамы, что они прикупили такое классное средство. Почему классное? Потому что обалденный состав. Состав. На первом месте кокосовое масло. Второе глицин соя. То есть соевое масло. Третье место масло миндаля. Четвертое место, девочки, масло виноградной косточки. На пятом месте минеральное масло. Зачем они вообще его засунули, непонятно. Потом на шестом месте оливковое масло. И масло ростков пшеницы. Девчонки, 4 доллара масла. Баночка 120 мл. Обалденное средство для кожи, тела. Классный состав. И вы знаете, если бы такое масло. Потому что на подобии есть масло, продается в Уолмарте. Примерно такая же баночка. Если я не ошибаюсь, стоимость того масла в районе 15 долларов. 4 доллара за фактически 100% натуральный состав. Вот я просто не понимаю, зачем они туда в конце засунули минеральное масло. Но, наверное, может быть как консервант. Девчонки, если вы наткнетесь на это масло, я вам рекомендую. Цена обалденная, состав обалденный. И очень-очень классно работает с кожей тела. Гидролат или другими словами цветочная вода. Это очень полезное средство для кожи вашего лица. Потому что это 100% натуральный продукт. Он состоит из воды и эфирных масел. В данном случае розы. Что же такое гидролат? Я не буду рассказывать своими словами. Просто зачитаю из Википедии. Гидролат от слова гидра плюс леле, французское слово молоко. Вторичный дистиллят, душистая флорентинная вода, образующаяся при паровой дистилляции растительного, как правило, эфиромасличного сырья. Любой гидролат состоит из дистиллированной воды и компонентов, которые уносятся из растительного сырья паром или паровой, или водной дистилляции. То есть, как я уже сказала, это 100% натуральное средство. Но, хочу вам сказать, средство классное, но дорогое. Потому что на просторах СНГ или постсоветского пространства, другими словами, гидролат стоит копейки. У нас вот эта баночка стоит 15 долларов. Это говорит о том, что в следующий раз гидролат я постараюсь сделать самостоятельно. У меня есть свежие листья мяты, и я попробую сделать из сухих цветков лаванды. Что же из этого получится, я сниму обязательно видео и расскажу, получилось или нет. Очень пахнет, очень-очень сильно пахнет розой. Я его использую как тоник каждое утро и каждый вечер. Наношу на небольшой спонжик, и после умывания и всякого-всякого всевозможного очищения, которое прошла моя кожа на данный момент, я протираю кожу вот этой цветочной водой. Еще очень большое открытие для меня, это вот этот крем для рук, потому что зимой мои руки так сильно пересыхают, что меня не спасает ни один крем. Я уже даже разочаровалась и расстроилась, потому что долго не могла найти, что могло бы спасти мои руки, ни масла, ни маски, вот ничего не спасла. Конечно, на какое-то время руки увлажнялись, но проблема не проходила, и кожа рук не восстанавливалась. Этот крем на основе коллоидной овсянки, я не знаю, как правильно называть, ну, назвать, девочки, как перевела, так перевела. Он от сухости, покраснения, всяких раздражений, то есть как крем против экземы с добавлением керамидов. У меня это уже, наверное, второй или третий тюбик, и два тюбика еще лежат, то есть этот крем у меня на туалетном столике возле кровати, этот крем у меня в машине, и зимой этот крем обязательно у меня в сумочке, этот крем меня спасает в холодное время года. А вот летом у меня совсем другая проблема, у меня пересыхают стопы и пятки ног. Как только на выступает теплое время года, и я начинаю носить открытую обувь, у меня сразу начинают очень сильно сохнуть пятки, и кожа вокруг, и кожа на пальцах. Короче, у меня очень-очень сохнут ноги, и я уже тоже перепробовала огромное количество кремов. Нашла для себя вот этот крем, плюс этого крема огромная упаковка, он не имеет никакого запаха, потому что обычно кремы для ног имеют специфический запах. Он очень классно восстанавливает кожу, стоп кожи ваших пяточек, девочки, банка огромная, даже не знаю, когда она закончится, я все лето пропользовалась, она еще фактически полная. Я довольна, 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 и вам рекомендую. В своем видео о пустых баночках я показывала крем для кожи под глаза от аптечной косметики Avene. Я сказала, что крем я рекомендую, но пока что не куплю его еще раз, потому что я еще не использовала всю аптечную косметику, точнее, не то, что не использовала, не попробовала. Этот крем от компании Leerac, от производства Франции, он с экстрактами сливы. Вот крем, о котором я говорила в своем видео о пустых баночках, он от всего, от мешков под глазами, от, эти господи девочки, от морщин под глазами, от кругов под глазами, но тот крем увлажняет хорошо. Этот крем взяла специально от морщин под глазами. Маленькая-маленькая-малюсенькая упаковочка, вот такая малюсенькая, 10 мл, без всякого запаха, убирает ли он морщины под глазами, ну, он хорошо увлажняет, хорошо увлажняет кожу. У меня не сколько морщины под глазами, у меня другая проблема, о которой я расскажу в следующем видео, и расскажу, как я с этой проблемой борюсь. Но неплохой крем, и неплохие отзывы об продуктах этой компании, так что, если вы ищете крем под глаза, обратите внимание на эту фирму. Девочки, еще одно мое приобретение, это воск для кожи рук. Эту фирму вы можете встретить в масс-маркете, значит, что это такое? О, Господи! Это воск с добавлением эфирных масел. Если честно, я сначала это купила, а потом сделала точно такой же крем, но самостоятельно, потому что у меня есть пчелиный воск и все эфирные масла, которые здесь указаны. Девчонки, нет ни одного, ни одного искусственного ингредиента. Воск, огромное количество эфирных масел, соевое масло и всевозможные масла, но как я им пользуюсь? Я наношу часть, я беру небольшую часть воска и примерно такое же количество крема я наношу на руки, перемешивая это средство и тщательно растираю. Почему? Потому что именно с кремом он хорошо проникает в кожу рук. Мне, честно говоря, не очень нравится, как этот воск работает без крема. он не так увлажняет, когда работает сам. А вот с кремом, во-первых, он почему-то дольше держится на коже. Как правильно сказать? Не то, что там руки у вас долго жирные. Нет. Но девчонки, лучше всего этот воск работает с кремом. Если вы его купили и вам он не понравился, попробуйте 50 на 50, то есть чуть-чуть воска, чуть-чуть крема размешать, растереть и вот тогда вам понравится результат. Честно говоря, я его уже спрятала. Честно говоря, баночка не маленькая, баночка не маленькая, 85 граммов. Указано, что это 100% натуральный продукт. У этой компании много всевозможных средств. Обратите внимание, неплохие средства. У меня еще есть воск для кожи вокруг, для кожи кутикул. Я его потеряла. Не могу найти. Срок годности 12 месяцев с момента открытия. Здесь нарисован зайчик, то есть не тестируется на животных. Можете купить, а можете сделать самостоятельно. Я сделала самостоятельно, то есть я растопила пчелиный воск, добавила все те масла, которые я хотела бы видеть в средстве. И этим средством, которое у меня получилось, которое я тоже потеряла, я не знаю, куда я его засунула, я мажу все. Я мажу все свое тело, я мажу руки. Единственное, что я не трогаю лицо, потому что там слишком много масел, это слишком жирно для кожи моего лица. И если добавить немного больше воска, то получается обалденный бальзам для губ. Ну, это все, мои дорогие. Я поделилась с вами своими новинками, рассказала, что мне нравится, что не нравится. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь и до следующих видео. Всем пока!